Вот смотри, видишь, прямая, братан. Всем здорова! Сегодня пришло время поговорить о GDM-культуре на нашем канале. С чем же обычно ассоциируется GDM? Это большой интеркулер, низкие вампера и тачки, которые постоянно едут в дрифте. Но сегодня у нас автомобиль, можно сказать, GDM-курильщика, потому что этот автомобиль всем своим видом показывает, что он хочет ехать боком, но его владелец решил иначе и собрал его под рак. Встречайте, Nissan Skyline R33. Если говорить внешне о данном автомобиле, то в 93-м году, когда выпускали этот автомобиль, он вышел совсем другим заводом. Он был черного цвета и полностью в стоку. На нем стоял также RB25D на 5-ступенчатой коробке передач механической. После же все, что мы видим, это уже доработки владельца. Что же он сделал по внешнему виду? Это накинули обвес GTR Look. Это не GTR, это просто Nissan Skyline в 33-м кузове. Но у нас в городе, если он проезжает вечером, завтра говорят, что в городе появился GTR-убийца молниеносных, который просто всех уничтожает. Но это... Нет, это обычно Nissan Skyline. В мечтах владельца он, наверное, должен был быть именно GTR-ом. Были установлены 18-ти диски фирмы VETS, разноширокие, спереди 9,5, сзади 10,5 шириной, обутые в новую резину. Также владельцем была установлена очень крутая лавочка, очень огромная лавочка. Но и как мы можем видеть по внешнему виду, а именно спереди автомобиля, почему именно это GDM-курильщика, потому что где интеркулер, бля? Почему он спрятан под бампером? Он есть, он, короче, он вот такой, он огромный, но он должен быть вот тут, короче. Такие пластины сейчас приварим и вот тут поставим. Тогда будет 100% GDM. Полностью был перекрашен автомобиль, потому что заводу все-таки же он вышел черным. Здесь уже, можно сказать, или бирюзовый, или мятный цвет, кому как удобно. Но цвет такой вот именно GDM, стиль, все очень круто, но все круто, но она не едет боком, пацаны. Мы покажем вам, как она едет прямой, но не покажем, как она едет боком, и от этого... Это очень печально, да? Пойдем теперь, Серег, назад пройдем. Там есть один момент, который мы не упустим по-любому. По задней части данного автомобиля все очень просто. Здесь та же оптика, которая всегда выдает, что именно это Nissan Skyline. Лайтовая, можно сказать. По лайту установленная лавочка, которая пиздец, я снимаю. Здесь должна быть шутка про мою бывшую Серегу. Пиздец. Все, здесь, короче, полный GDM, выхлоп, вот такая труба. Цвет бирюзовый. Лавочка есть. Единственное, мы решим вопрос с интеркулером, и надо заварить редуктор, потому что GDM в любом случае должен закончить свою историю где-нибудь в столбе, братан. Если говорить про двигатель данного автомобиля, то RB25, DET, рядный двигатель у нас на 2,5 литра. В этом автомобиле больше интересно его подкапотное пространство, именно его двигатель. Чем же вся история автомобиля в целом? Да, этот автомобиль когда-то где-то выступал в дрифте, он получал немного по кузову, но он весь геометрически ровный и целый. А это редкость для машины 93-го года. Если говорить о его двигатель, то это тот же RB25, DET, который должен был устанавливаться с завода, но этот двигатель взяли совсем с другого автомобиля, который приехал распилом с Японией в Россию. Весь двигатель, постройка, настройка производилась в Японии, поэтому он еще ездит, и наши умельцы его еще не трогали. Что же сделано было по двигателю? Это установили кованую поршневую, поставили прокладку, кометик, которая позволила увеличить объем двигателя с 2,5 до 2,6 литров. И также поставили валы HKS, которые позволили двигателю крутиться до 8 тысяч. И ко всему этому также поменяли турбину, поставили 30-й Garrett, который дует 1,3 бара. Что в целом увеличило мощность данного автомобиля с 245 сил стоковых до 400-450, но данный автомобиль никто не мерил, ни на каких стендах. Есть показатели очкометра, которые говорят, что эта тачка пиздец как валит. 4000, братан, она раздувается, если какой-то мотоцикл, ты слыхал? Здесь такая фаника в золоне, что ты там? Вот тучка, тучка, тучка. Ёб твою. Под хронку едем кайфом. Как раз проверяем подвеску. Подвеска стоит стоковая, каяба. Ничего сверхъестественного, никаких винтов, винтов, винтов. На Крузе мы ехали в нижнем положении, и не было этого ощущения, что ты едешь в нижнем положении, потому что, ну, визуально у машины не было низких бамперов, а здесь ты едешь, вроде бы, ну, считай, она остается в том же положении, но ты понимаешь, что бампера низкие, и нужно переживать о том, что происходит вообще. Нужно поехать разогнаться, оттормозиться, чтобы понятно, достаточно здесь тормозов или нет. Тормоза здесь стоят именно от GTR Nissan. И, кстати, приборка тоже GTR. В общем, в салоне Nissan Skyline R33, когда ты оказываешься, ты оказываешься не в салоне Nissan Skyline, а ты оказываешься в Японии, потому что здесь тот самый японский знаменитый велюр, который никогда не рвется, бешеного качества. Правый роль, датчик буста у нас стоит. И также буст-контроллер, который отвечает как раз на дух турбины, сколько и когда ты хочешь дуть, или хочешь ты вообще дуть. Аккуратный, ухоженный салон, в котором приятно находиться, и приятно осознавать, что ты справа, но неприятно осознавать то, что ты справа не сможешь ждать боком, а только поедешь прямо. Ну, для владельца данного автомобиля езда прямо больше приносит ему кайфа, чем же езда боком. Если твой очкометр готов выдержать натиск этого автомобиля, то ты его купи. И еще я хочу сказать об одной особенности. Богдан, Круз, Гранта, Ниссан. Кто у нас еще был? В общем, вид, все автомобили, которые мы снимаем, постепенно начинают продавать. Хотя вроде сезон только начинается, а вы их продаете. Пацаны, ну не надо так. Мы едем в машине, которая на Дальнем Востоке до сих пор многих людей мечтает. В средней части России уже, короче, это давно никому стало неинтересно. Москва, там, да, регионы московские. Сейчас всем интересно, что это BMW, там, AMG, да, такие тачки. Во Владивостоке, как бы, до сих пор осталась тема GDM, и там эти машины до сих пор интересны. Мы сейчас находимся в этом... В NetForSpeed, братан. Машина из NetForSpeed, второго причем. Когда была тема, нужно повесить бампера, нужно покрасить. Так, аэрографию на Буки Байна. Что бы еще сделал? Да, спойлер побольше поставим. И страшные мультяшные тёлки, которые раньше казались. Уааа, глаза горели. Игра, азарт, глаза, огонь. И мы едем на Ниссане. В 93-м году выпуска. Едем спокойно так. Вот тёлочки ходят. Пип-пип-пип-пип. Маламалойка. Руль, смотри. Да, тормоза, надо вопрос решать, братан. Она дурная, братан. Но... Руль бьёт сильно, короче. Она всё, она чётко. Но... Сука, руль. Ну, эта машина, это же, понимаешь, она не повседневная, да? И... Ну, она как проектная. Её человек строил там ни один год, ни один день. И он её продолжает строить. Тормозается такой вопрос уходящий-приходящий. Ну, как бы он сам сказал, что... Как он сказал, что якобы... Это после Бонхис М5. Они там... Он их перегрел. Они повелло их, не повело. Раз, два, три. Ты смотришь это видео. И так же, как с видео с Тундры, у вас возникает миллион вопросов. Кому нахрен вообще нужна эта машина за эти деньги? Пускай оставит её себе. Её никто покупать не будет. Но пока ты не проедешь на той или иной машине, ты не можешь о ней... Ничего о ней говорить. И вообще на каждый товар всегда найдётся свой клиент. Так же и на эту тачку найдётся свой клиент. И на Тундру найдётся свой клиент. Поэтому от машины нужно научиться кайфовать. Эта машина, она вот... Для меня она ассоциирует себя с дрифтом. Потому что она яркого цвета. Она на больших дисках. Она со спойлером в обвесах. В драге давно уже такого не приветствуется. Но нет, эту тачку владелец собрал под драг. Но я хотел бы, чтобы она ехала боком. Она... Сбоком она бы красиво смотрелась, нет? Она бы очень красиво смотрелась сбоку. Но она и прямо, понимаешь? Вот сейчас дал, да? Дал-дал дома. Нет, дал-дал, ушёл. Для того, чтобы всё-таки понять, насколько мощный этот автомобиль. Даже по сравнению со Стоковым. На заднем фоне, кстати, подъезжает Nissan, с которым мы хотим поставить этот... Этот Nissan, хотим поставить 7 Nissan. Это у нас уже 34-й Nissan Skyline. Здесь уже он более современный, потому что он выпуск... 2000 года выпуска. Здесь уже стоит более современный мотор. Это тот же RB25, только уже обновленный, который называется RB25 Deadneo. В стоке 280 лошадиных сил. Здесь в стоке было 245 сейчас. 400-450. Ну, в общем, сейчас поставим с места. Посмотрим, как эта машина будет уезжать от этой. Или всё же эта машина, возможно, уедет от этой. И потом также посмотрим ходом, кто как едет. На старте 34-й провалился. Ты видел, как? 34-й, короче. Не поехал как надо со старта. Но мне кажется, это всё равно бессмысленно. Он бы не настиг его. Продолжение следует... Когда мы рассказывали про двигатель данного автомобиля, мы не сказали об одном моменте. Именно до того времени, пока мы не погоняемся с Nissan 34-м. Потому что на данном автомобиле этот вопрос владелец уже решил. А на Nissan еще нет. Давайте наглядно покажу, что было сделано. Опа. Замки были поставлены. Как обычно, я всегда с палкой. GDM дело тонкое. На данном двигателе дроссель должен находиться вот тут. Мы вставим фотографию Nissan GTR 34-го. Как у него это сделано. И вы поймете, в чем разница. Здесь нет той турбо-ямы, которая присутствует у Nissan. За счет того, что здесь дроссель отсюда был перенесен сюда. И была почти на метр укорочена трасса. За счет этого нет турбо-ямы той, которую вы увидите на Nissan. То, что когда они идут даже ходом, он дает ей газ. Машина определенное время думает и только потом едет. Здесь же машина думает сразу и едет сразу. Владелец на Nissan 34-м, наверное, когда-то решит эту проблему таким же путем. И у него не будет данной проблемы. Что хочется сказать о данном автомобиле, это то, что, неважно, это Nissan, BMW, Mercedes, любая марка, любой автомобиль нужно любить. И этот автомобиль, ну, для меня, это игрушка, которая вот, Need for Speed Underground 2, когда ты мог поставить любой бампер, выбрать любой цвет, и тебе твои одноклассники говорили, пиздец, у тебя зачетная тачка. Время поменялось. Если сегодня ты поставишь на свою BMW или Mercedes такие бампера, тебе твои одноклассники скажут, что ты шизанутый парень. В общем, машина едет, машина приносит кайф, машина броская, ее все видят. От нее кайфуешь не только ты, так же кайфуют окружающие люди, которые проходят мимо данного автомобиля. Крутая тачка продается, ссылка на владельца внизу. У нас скоро можно будет свое Авито Астраханское открыть, все, что мы снимаем, все продается и на все ссылки внизу. На сегодня с данным автомобилем у нас все закончено. Автомобиль принес удовольствие, как и внешнеэстетически, так и от динамики, от его езды. Вам я хочу сказать только одно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вам огромный респект и удачи. Всем спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон»